Всем привет! С вами снова голос Паши Лобанова и слова от пули снегопада. Позвольте повторю. Голос Паши Лобанова – это я, а слова пули снегопада – это не я. Я бы хотел обратиться к людям, которые невнимательно слушают. Голос мой, слова не мои. На канале Павел Лобанов есть мои видео, где на экране вы в основном видите мое лицо. А озвучиваю я слова пули снегопада – это псевдоним человека, который живет в Украине. Далее, если вы захотите, вы сможете узнать о нем побольше, но не стоит путать меня и его. Спасибо! А теперь поехали! Удивительные артефакты – вторая часть. Вторая часть разных заметок, как от меня, так и от подписчиков, редакторов. В общем, подборка нашего коллективного труда. Первое. Ганабадский кериз. Описание сего чуда следующее. Эта водопроводная система способна собирать воду из подземных горизонтов и транспортировать ее в города и ирригационные каналы. Благодаря этому Персия смогла существовать и развиваться в условиях засушливого климата. Гидротехническая система включает в себя основной колодец, который получает воду из подземного горизонта, систему туннелей, по которой вода транспортируется в определенное место, и вертикальные скважины для вентиляции вдоль всего маршрута, что также позволяет конденсировать влагу. Ко всему прочему, подземный водопровод значительно снижает испарение драгоценной влаги. И далее картиночка, демонстрирующая для наглядности, как все рылось ручным и рабским трудом. Чем-то легенду о вьетнамских подземных городах напомнила. А вот то, что могут заметить наши глаза. Это земляные пеньки, будто от присоски довольно-таки стандартных размеров, то есть ни о каком ручном труде речь не может идти. Больше похоже на то, что какая-то перевозная бурильная машина установилась, пробурила и поехала дальше. Оттого, собственно, и отметины одинаковые. По мнению ученых, первые киоризы на территории Южного Туркменистана и в северных районах Ирана возникли в середине первого тысячелетия до нашей эры. То есть данные земляные изделия держатся 3000 лет и не разрушаются. Ученые считают, что их делали, чтобы заниматься земледелием в пустынных условиях. Но на самом деле еще три века назад большинство пустынь не было. По городам, оказавшимся в воде, мы видим, что и уровень воды был значительно ниже. Длина гонобатского киориза составляет 33 113 метров. Он содержит 427 углублений. Сооружения построены с использованием знаний, законов физики, геологии и гидравлики. Что только подтверждает высокую степень развития. Как заявляют ученые, главный мастер киоризген имел под своим руководством 4-5 человек-помощников. При сооружении колодцев и подземной галереи использовались простейшие орудия. Кирка, небольшая лопата, защитная доска, светильник, специальный головной убор, кожаный мешок, деревянный ворот, который применялся для спуска и подъема мастеров, мешков с землей, инструментов и так далее. То есть рыли вначале вниз, а потом под низом порывали туннель, соединяющий все так называемые колодцы. А теперь смотрим. Во-первых, все они неровные и виляют по всему пути. Идут все они в линию, причем в некоторых местах эти линии идут накрест. Некоторые места вообще перепаханы в крестики-нолики. Такое ощущение, что не воду добывали, а что-то искали. Причем не так давно. Причем не так давно.